Нижнекамский городской суд поставил точку в резонансном уголовном деле. Оглашен приговор трем жителям Чистополя, которых обвиняли в жестоком разбойном нападении на пожилую женщину. Двое из них, отец с сыном, все произошло в минувшем году в селе Ачи. Требуя денег, 50 тысяч рублей, взрослые здоровые мужчины зверски пытали пенсионерку. Олега Рудинова о решении суда. На скамье подсудимых трое мужчин. Отец, сын и их общий знакомый. Они прячут лица и говорят, что сожалеют. Жители Чистополя совершили разбойное нападение на пожилую женщину. Несмотря на очевидность обвинения, жена старшего подсудимого уверяет, что сына подставил отец. Он повез отца, он не знал, куда он везет, зачем. Попросил отец насчет металла договориться съездить. Вот он поехал. Эта история год назад буквально потрясла село Ачи Нижнекамского района. В дом потерпевшей проникли два человека в масках. Требуя денег, они пытали ее. Били молотком, душили, угрожали ножом и пистолетом. Ну как, вот дашь деньги, житие ухода? Я говорю, как не ухода? Конечно ухода. Ну давай деньги. Ну я говорю, лучше меня вы застрелите, ну а не режьте. Ну я наставил, шатать стал раз, два, три. Думаю, ну сейчас все. Злоумышленники действовали жестоко, цинично и беспощадно. Их добычей стали 53 тысячи рублей. На улице товарища и его отца ждал 23-летний мужчина. В ходе заседания он не раз менял свои показания. Говорил, что виновен только в том, что подвез подсудимых до места инцидента. Но суд счел все его истории неубедительными. Отец и сын проведут за решеткой 7 лет. Их товарищ 11, так как он ранее уже был судим. Потерпевший в зале суда не было, плохо себя чувствует. Но ее родственников приговор удовлетворил. Подсудимые же намерены в ближайшее время его обжаловать. Алия Харудинова, Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов, Вызов 112.